Мадагаскар и Гавайи могли стать частью России. Как выглядела бы на карте наша страна, если бы приняла в свой состав все земли, которые ей предлагали? Иван Панкин, Павел Прянников На фотографии представьте, вы безо всякого загранпаспорта летаете в отпуск на Гавайи или в Индонезию. Удивительно, но факт. Многие экзотические уголки планеты могли бы принадлежать России. Про Аляску знает каждый. Но были и другие. Представьте, вы безо всякого загранпаспорта летаете в отпуск на Гавайи или в Индонезию. Почему наша страна отказалась от заморских территорий, мы вспомнили в эфире радио «Комсомольская правда». Мадагаскар. Площадь 587041 км. Мадагаскар – вторая по своим масштабам территория после Аляски, которая могла бы быть русской. Сначала попытку заполучить остров предпринял Петр I в 1723 году. По совету одного из своих адмиралов, который уверял, что Мадагаскар – ничья земля, он направил к берегам Африки два фрегата. Но, дойдя до Дании, корабли дали течь и вернулись в Петербург. Тем не менее, русские люди все-таки основали на Мадагаскаре свою колонию. В 60-х годах XVIII века восставших на территории Украины и Белоруссии поляков отправили в ссылку на Камчатку. Среди ссыльных был и офицер Марк Беневский. Подговорив товарищей по несчастью, он в 1771 году захватил форт Большерецк, а также единственное судно под названием Святой Петр, стоявшее там на якоре. Не дожидаясь ответных действий властей, катаржане отправились в морское путешествие. Пройдя Тихие Индийские океаны, Святой Петр достиг берегов Мадагаскара. Эта земля показалась беглецам настоящим раем, поэтому свое поселение они назвали город здоровья. Но чтобы утвердиться на Мадагаскаре официально, компания отправилась во Францию просить защиты. На все про все у них ушло два года. Французские власти согласились взять остров под свой протекторат. Поляки и русские, фамилии некоторых из них сохранились для истории, Ерофеев, Хрущев, Чулочников стали обустраиваться на Мадагаскаре. Через некоторое время у них начались конфликты с французами, которые создали неподалеку свою морскую базу. По этой причине они решили обратиться к Екатерине II с просьбой просить их, беглых катаржан. Императрица, в свою очередь, напрямую спросила Париж, можем ли мы поступить таким образом. И в итоге сама отказалась от этой затеи. Остров остался за французами, а колония с русскими поселенцами просуществовала на Мадагаскаре до начала 19 века. Мальта. Площадь 316 квадратных километров. Мальта находилась в составе России 19 лет. Началось с того, что взошедший на престол в 1796 году Павел I стал главой Мальтийского ордена, а по статусу Мальта стала формально принадлежать России. Павел хотел назвать ее Мальтийской губернией. А на российском гербе даже появился Мальтийский крест в знак того, что этот остров – часть Российской империи. Французы не желали терпеть такого поворота и их войска заняли Мальту. Чуть позже остров отбили англичане, и в 1801 году воцаревшийся Александр I формально уступил им эту территорию. Но все договоренности были на словах, а юридически Мальта вышла из состава Российской империи только в 1815 году. Форт Рос, Калифорния. Площадь 300 квадратных километров. Целых 30 лет часть Калифорнии была в составе России. В 1811 году частная русско-американская компания купила Форт Рос, находившийся в 80 километрах от Сан-Франциско. Купила по всем законам того времени. Русский купец Иван Кусков договорился с индейскими вождями. Эти согласились продать 300 квадратных километров своей территории за 3 одеяла, 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги и 4 нитки бус. По совокупности эти вещи стоили примерно 160 долларов. Руководители колонии писали письма русскому императору с просьбой прислать пару десятков крестьянских семей, чтобы более активно заселять наши владения в Калифорнии. Но в 1841 году Форт Рос пришлось продать американцам. Стоимость сделки составила 30 тысяч долларов, что по нынешним деньгам примерно 3 миллиона зеленых. Причинами продажи стала невозможность российско-американской компании вести прибыльную хозяйственную деятельность. Еще одной большой проблемой для жителей форта была нехватка русских женщин. Их там жило всего две. Поэтому наши граждане брали в жены индейских женщин, мексиканок или креолог. А это вело к разобщению наших соотечественников. Гавайи. Площадь 16 636 квадратных километров. В начале 19 века они фактически признались российской территории. Как раз в то время на Гавайи зашли мореходы кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Король северных островов Каумо-Алии был заинтересован в железе и оружии и пообещал принимать во внимание русские интересы. В 1816 году русские с берегов Аляски, которая тогда была еще нашей, снарядили на Гавайские острова несколько кораблей. Члены экспедиции во главе с Георгом Шефером установили над южными островами русский протекторат. Король Каумо-Алии даже подписал соответствующую бумагу и попросил русского императора взять островитян в российские подданные. Так Гавайи юридически стали нашей территорией. Письмо с документами отправили Александру I. Пока послание путешествовало по миру, Шефер построил на Гавайях три крепости и назвал их Елизаветинская, Александровская и Барклая-де-Толе. Казалось, что Гавайские острова отныне часть России, но не тут-то было. Об активности русских прознали англичане. Тут же многие газеты в Туманном Альбионе заговорили о русской экспансии и о том, что русских надо остановить. Александр I боялся потерять такого союзника, как Англия, и спешно отредил на Гавайях чиновника, чтобы тот исправил, как тогда говорили, самоуправство Георга Шефера. Англичане остались довольны и в качестве компромисса предложили отдать острова США. Американцы с удовольствием пришли на Гавайи. Они разрушили все русские крепости, а наших подданных посадили на корабль и дали им сутки, чтобы те отчалили в Освояси. Остров Суматра, Индонезия. Площадь 473 тысячи квадратных километров. В составе современной Индонезии более 40 тысяч островов. В конце 19 века их стали активно осваивать голландские колонизаторы. Некоторые местные вожди, столкнувшиеся с жестокостью европейцев, попросили Российскую империю включить принадлежавшие их племенам острова в свой состав. Также поступил и султан Дауд Сиях II, владевший землями в северной части острова Суматра. Первое письмо с просьбой о русском протекторате он написал в Петербург в 1879 году и передал его с русским посланником. Получив отказ от Александра II, султан ждал 20 лет. И когда на российский престол взошел Николай II, направил ему новое письмо и снова получил отказ. Оба российских императора опасались прямого столкновения с англичанами. Комментарий эксперта. Расходы исчислялись бы миллиардами. Вячеслав Бабурин, завкафедра экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Как показал ход истории, даже великие колониальные державы, такие как Англия, Франция, Голландия, Испания, Португалия, не сумели удержать свои удаленные владения. Поэтому, если бы Мадагаскар и прочие земли все-таки стали бы российскими, то вряд ли надолго. Российские правители опасались негативной реакции англичан с военной силой, которых на море нам трудно было сравниться. К тому же, все заморские территории находились на почтительном расстоянии от России. Невозможно было обеспечить регулярную поставку продовольствия, медикаментов, боеприпасов. А военный флот должен был прикрывать торговые суда. Расходы на содержание дальних земель исчислялись бы цифрами со многими нулями. Экономическая составляющая, как и политическая, сыграла в этом вопросе не последнюю роль. А что еще? Папуа – Новая Гвинея. В 70-х годах XIX века путешественник Николай Миклуха Маклай договорился с вождями туземцев, что эта земля отныне российская. Почти 15 лет он писал в Петербург письма с советами обосноваться на островах, но к нему не прислушались. И они – Ионические острова. В 1799 году русские моряки во главе с Федором Ушаковым разгромили французскую эскадру у острова Корфу. Кроме него под наш протекторат попали еще шесть островов в Ионическом море. 15 лет спустя Франция убедила Александра I отдать их просто так – во имя дружбы. Иван Панкин, Павел Пряников Мадагаскар и Гавайи могли стать частью России. Мадагаскар и Гавайи